Певец-шаман почтил память погибших в Севастополе, Дербенте и Махачкале. 23 июня 2024 года произошли серии ужасных трагедий. В течение дня украинская армия атаковала Севастополь ракетами Атакмс, которые были оснащены кассетными боевыми частями. В результате этого нападения погибло 5 человек, включая двух детей. По информации, полученной от Министерства здравоохранения Российской Федерации, 124 человека получили ранения, среди них 27 детей. Около 19 часов ровно по московскому времени стало известно о стрельбе в Дагестане. В городе Дербенте нападавшие открыли огонь по синагоге и церкви. В Махачкале пост ДПС попал под обстрел. По последним данным на 22 часа 20 минут по московскому времени, число погибших в результате терактов в Дагестане увеличилось до 9 человек, из которых 7 являются правоохранителями. В результате происшествий пострадали 25 человек. В один день, когда произошли две трагедии, шаман дал выступление в Екатеринбурге перед семьями бойцов СВО и студентами. Во время концерта артист призвал к минуте молчания, чтобы почтить память погибших, а затем выразил искренние слова соболезнования родным и близким погибших. «Севастополь, Дербент и Махачкала, мы с вами», — произнес певец со сцены. После этого он исполнил песню «Встанем». Сотни зрителей, собравшихся на концерте, подпевали артисту. У многих из них не хватило сил сдержать слезы. Перед концертом Ярослав Дронов встретился с молодежью и семьями бойцов СВО. Одна из зрительниц подарила певцу картину. «Мой муж сейчас на СВО. Его очень вдохновляет песня «Встанем». Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за творчество». На этой картине изображены главные символы России, рассказала женщина.